Добрый день! — Да, вы рожайте, рожайте, но вот с местами в детских садах у нас по-прежнему туго. 1 августа в нашем городе прошел пикет из-за нехватки мест в детских садах. Довольно такое мероприятие было очень важно и многолюдное, да? — Многолюдное. — Да, многолюдное. Вот, собственно, одна из самых ярких участниц этого пикета. Я смотрел телесюжеты в записи, вы действительно там высказывались очень эмоционально, очень по теме. Я имею в виду Марину Сунцову. Марина, добрый день. — Добрый день. — Да, вы мама, собственно, тоже... — Многодетная мама. — Многодетная мама, да. И у вас тоже проблема непопадания в детские сады стоит. Еще одна мама — Екатерина Свира, да, правильно? — Свирс. — Свирс, простите, Свирс, да, тоже с нами. Тоже, собственно, проблема вас напрямую касается. И также у нас в студии Кирилл Писный, координатор регионального отделения либеральной демократической партии. Кирилл, добрый день. — Да, здравствуй. — Вы как соорганизаторы принимали участие, да, или организаторы этого мероприятия? — Почему 1 августа, понятное дело, потому что в первый день последнего летнего месяца у нас обычно в муниципальных детских садах начинается учебный год. Мой старший, надо сказать, пока еще не пошел, у него до 20-го числа в отпуске находятся воспитатели. Вот мы в другую группу пойдем. Анализы уже сдали, я думаю, завтра пойдем. Но нам 5 лет. Младший подрастает, и вот я думаю, что через годик с нами тоже будет то же самое. Дадут непонятно что, непонятно где, в общем. — Если вообще дадут. — Ой, да. Итак, давайте с итогов, наверное, мероприятия начнем. Да, Кирилл? — Ну да, если коротко, то можно подвести итог. То есть уже отразили мысль о том, что действительно не характерно для Кирова многолюдное было мероприятие. Хотя я думаю, что это даже не четверть тех, кто действительно затронут этой проблемой, пришли. — По официальной оценке, две сотни человек? — По нашей оценке две сотни. Мы почти две сотни подписей собрали тогда на мероприятии. Но это люди приходили, уходили. То есть кто-то временно постоял, кто-то... Ну, с детьми же многие были, потому что тоже за ними нужно следить. Они устают тоже. Вынуждены были кто-то раньше покинуть мероприятие, а кто-то позже. Ну вот МВД там значительно меньше оценило, 120 человек. Ну, так или иначе, это все достаточно большая цифра. То есть люди доведены уже до того, что они вынуждены обращаться к нам в ЛДПР, чтобы мы помогли правильно оформить все уведомительные документы, подать на мероприятие официальный протест, свой заявить. — Причем, Кирилл, мы тут сейчас с Владимиром немножко даже поспорили. Насколько я помню, в последние годы такого рода митингов не было. То есть это в первые за многие годы вот такой вот... То есть люди, видимо, уже больше не смогли терпеть, да? — Может быть, просто Кирилл не так давно работает в нашем городе. Да, тут стоит участие-то, да. Но вот я припомню, все-таки, вы ходили, поднималась эта тема вкупе с проблемами не получения компенсации за непредоставление места в детских садах. У нас сейчас эта компенсация ведь отсутствует. — Есть компенсация 2100 рублей. Причем 2100 — это уже за вычетом налогов, которые, простите, они нам дали компенсацию. — А с нее еще налоги берут? — А с нее сняли налоги. — А вот такая система. — Такая система. Это вообще с компенсацией. И ее дают не всем. — Вот вам помощь, но плюс-минус 13%. — Ее дают-то не всем. Ее дают только малоимущим. То есть вы должны оформить статус малоимущих. Только тогда вы ее получите. Если вы не малоимущий, то никаких компенсаций нет. — То есть нужно собрать кучу справок, если семья претендует, пойти в САБЕС, отстоять там очередь. — И нужно быть малоимущим при этом, да, и рожать много-много детей. Я вообще просто путаюсь уже в последнее время, честно говоря. — Ну хорошо, так или иначе, да, ярко прошло это мероприятие. Подписи за что собирались, Кирилл? — Подписи собирались под резолюцией общественного движения. У нас вот сформировалось такое общественное движение «За доступный детский сад». Соответственно, все это описано в группе ВКонтакте. Есть у нас несколько тезисов, конкретных предложений, как бы мы хотели эту ситуацию видеть в исправленном состоянии. То есть конкретно нас, как политическая организация, мы считаем, что это большой недостаток планирования в администрации. То есть сидит у нас пять этажей статистики, здания не могут посчитать, как правильно спланировать, как давать детям места в детских садах, как будто бы вчера родились, собственно, эти дети и так далее. — При том, что учет рождаемости ведется ежемесячная, очень точная цифра, все у всех по всем позициям есть. Но, тем не менее, то ли не делится статистика этими цифрами, то ли не запрашивает. — Ну, как она не делится, слушайте. — Ну, это я уж так, сарказм. — Да, действительно, информация вот на самом начальном уровне, когда человек появляется на свет, она идет сразу в соответствующие органы. Почему дальше-то, собственно, да? — Здесь есть миграция. — Да, вот миграция с деревья. — Это уже Екатерина Сверсона. — Да, да, нам рассказали, что... — Это тоже все учитывается, на самом деле. — Это можно учитывать, понимая, сколько застройщики строят вот этих новых микрорайонов, огромных муравейников, в которых живут, я не знаю, мне кажется, тысячи людей. Так вопрос, вы не видите этого? — Так это все видно, это все учитывается, люди администрируются. — Если у вас дом, там, 300 квартир, и в нем, простите, одни студии по 19 квадратных метров, вы что думаете? Туда приедут, кто жить? Престарелые люди? Ну, единицы, может быть, кто-то там родителям купит, оставшихся в квартире, например, да? Но в большинстве с вами мы понимаем, что это микрорайоны для молодых семей. И если у нас они есть, и их застраивают, так ведь тоже можно подсчитать это. Ну, хотя бы приблизительно. А потом чего считать-то? Останутся места, дайте детям с полутора лет, дайте. В полтора года заканчивается, по идее, декретный отпуск. Вот эти оставшиеся полтора года, особенно мамам эти одиночки, я прямо за них, вот, очень у меня прямо наболевшая тема, как она одна, без мужа, без, возможно, какой-то помощи, ну, допустим, так же, переехав в Киров, да, например, у неё здесь ни родители, ничего, да просто жизненная ситуация бывает, что человек остаётся один, да? Как она в три с лишним, она даже с полутора должна уже эти полтора года иметь какую-то, ну, выплату или возможность повезти ребёнка в детский сад, потому что ей надо работать. Ну, мы сейчас реальных матерей-одиночек имеем в виду, да? Реальных. Просто немало случаев, когда, там, отношения с мужем не оформляются, ввиду того, чтобы получать какие-то пособие доказательства. Ну, я не знаю, у нас же ходит опека, проверяет, там, как дети живут, так, ну, сходите, проверьте, реально она мать-одиночка или нет, ну, вы дайте ей садик-то, если человек приходит и просит, и требует, и говорит, что, ну, мне некуда их девать, ну, помогите. Ну, то есть, Марина, в любом случае, всё это учёту поддаётся, абсолютно точно. Ну, на уровне области, причём поддаётся учёту, потому что, ну, то есть, внутреннюю миграцию, если могу, как, всё это считается, и данные поддаются, и собираются, всё нужно только обработать и просчитать. Они обрабатываются, и они поступают, просто почему-то не учитываются. Так, давайте сейчас проговорим те решения, которые были официально приняты коллегиально, да, что, чего вы хотите, а потом обратимся к нашим гостям с просьбой рассказать их, вас, да, конкретную историю. Так, пожалуйста, к чему пришли? Давайте коротко, ёмко постарались всё это изложить. Цель движения – своевременно обеспечить места в детских садах рядом с домом для всех детей в Кировской области. И требования и предложения. Первое – срочное решение катастрофической проблемы с нехваткой мест в детских садах в области путём переоборудования под детские сады, соответствующих нормам зданий и помещений в кратчайшие сроки. Это что мы имеем в виду? Что за здание? Это, ну, в принципе, любое подходящее по нормам и требованиям по стандартам здания, которые можно взять как коммерческую, так и муниципальную. Давайте часть городской администрации ответим. Вообще хорошая идея, на самом деле. В центре города, отлично. Очень удобно. Автобусы со всех сторон подходят. Очень удобно подвозить. И достаточно много мест. Там четыре сажа, по-моему, там нельзя располагать. А зато как оживит это деятельность администрации. Ну, я понимаю, может, четвёртый снести. Детские голоса. Четвёртый снести, да. И даже вроде как уже в администрации по этому поводу забегали, но, опять же, это может быть и пыль в глаза. Второй пункт – возврат к профильному использованию муниципальных зданий и помещений, ранее размещавших на своих площадях детские сады, а ныне использующие всё в других целях. Чиновники скажут, что это невозможно сразу же говорить. Они как раз говорят, что у нас такая программа, и мы возвращаем старые детские сады. На Володарском у нас послом или в позапрошлом году вернули детский сад. Сколько туда денег-то вывалили? За эти деньги можно новые построить? Ну, я думаю, что за то время, пока этот детский сад был в аренде там или в собственности, они тоже получали за это деньги. И я думаю, что они не сильно потратились. Я думаю, что дети – это вопрос, не денег совсем, а вопрос ключевой. Срочно решить это необходимо. Далее, третий пункт – выработать эффективный механизм планирования мест в детских садах на краткосрочную и долгосрочную перспективу с учётом мест проживания детей. То есть это тоже уже как раз проговорили. Даже когда заявки оставляют родители в детские сады, они же пишут, какой хотят детский сад, какой предпочтительный. Хотя бы относительно района вы это рассчитываете? Мой старший родился, ему был месяц, я уже онлайн подал заявку. И мы точно так же. Точно так же. Затем четвёртый пункт. Нам говорят о том, что ведётся ещё строительство детских садов очень активно. Вот постоянный жёсткий контроль строительства этих садов, чтобы потом к нам не вышли чиновники, не развели руками, не сказали, вот не смогли. Подвели чиновники, там ещё что-то. Подрядчики обычно. Да, подрядчики, прошу прощения. Пятый пункт. Запрет на квартальную точечную застройку без вложений в развитие социальной инфраструктуры. Вот об этом тоже говорилось. То есть, обязательно детские сады, школы, поликлиники нужно планировать. То есть, вот застраиваем сейчас Крин, вообще почти центр города. Маяковская в нашем эфире, гендиректор Дмитрий Сергеев говорил о том, что они там планируют всё-таки детский сад. 30 мест предусмотреться. Детский сад есть, но по количеству мест там, конечно, отдельно есть. Это, ну, на самом деле, это уже хорошо. То есть, это уже плюс. Ну, давайте вспоминать об этом не только, когда у у нас какой-то конкретный застройщик. Это вообще должно быть прописанное правило, которое вступать нельзя. Это ещё не просто планировать, а реально строить, потому что в планах может быть всё что угодно. Обычно, как у нас, планируют одно, строят, а про это как-то забывают потом. То есть, тут контроль нужен до последней точки, чтобы на самом деле было построено. Обязательно. Это работа администрации, прежде всего, мэра, прежде всего, который должен за этим всем следить. Прости, в нынешней ситуации, чья мы сейчас можем переставить? Я думаю, сити-менеджер, наверное. Шульгина, глава администрации, глава сити-менеджер. Мэр-то это ведь всё-таки исполнительная власть. Исполнительная власть это Шульгин у нас, да, я имею в виду, или Вячеславович. Сам, кстати, многодетный отец. Да, должен понимать проблему, каково это по нескольким разным садикам развозить детей, я думаю, сталкивался. Хотя, не знаю, может быть, возраст не тот. Ну, шестой пункт, это обеспечение материальной компенсации семьям, не имеющим возможности реализовать своё право законное на дошкольное образование для детей вблизи места жительства в размере стоимости услуг частных детских садов. Хотя бы, хотя бы. То есть не 2100, как получается, после вычета налогов, а по реальной стоимости... Ну, 12, да, как вы говорите, 12 тысяч, средняя цена, ну, стандартная цена. Причём уже с вычетом налогов 12. Нет, ну пусть в муниципальном садике тоже стоят услуги, сколько-то, да, ну, там сколько там, ну, допустим, мы как многодетные, где-то в районе полутора тысячи мы платим за каждого ребёнка своего, вот, ну, пусть из 12 вычтут полторы, я как бы согласна, я должна, конечно, платить эти полторы тысячи, кстати, не вопрос, но не 12. Ну, то есть, условно говоря, к чему пришли к 10 тысячам. Да, 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 да. То есть не 200, как платить... Ну, понятно, что это порядок совершенно разный, да, 2010. Кирилл, да? Сейчас, да, и конечный пункт, который как бы обобщает всё то, что было названо, это создание рабочей группы подотчётной губернатору Кировской области, направленной на решение вашей описанных задач. Всё-таки нужно получить человека, у которого есть политическая воля и сила всё это проконтролировать и решить. А, кстати, да, почему, кстати, было принято решение именно на имя губернатора, да, я видел, смотрел в сюжетах. Вы считаете, что именно в силах Игоря Владимировича как-то взять этот вопрос на контроль, а не городской администрации, несмотря на то, что мы сейчас с сети менеджера упоминали? Ну, мы здесь замахиваемся, во-первых, на область. Проблемы, как выяснил, мы от партийных координаторов тоже узнаём ситуацию на местах. Проблемы есть не только в Кирове. Они есть и в Слободском, и в Котельниче, и там, в маленьких, в больших населённых пунктах. Проблемы есть, разные. Ну, не сказал бы... Это проблема доступности дошкольного образования здесь. Понятно, что она не такая острая, как в Кирове, но она есть, и действительно, в Слободском есть очередники, которые не получили в этом году места в детских садах. Почему именно на губернатора? Потому что я стоял в одиночном пикете как-то, чтобы обратить внимание перед пленарным заседанием в городской думе депутатов на эту проблему, чтобы они начали её обсуждать. Подняли этот вопрос с Ковалевой перед Шульгиным. Ну, и чисто случайно, видимо, а может быть, по плану, решил на этом заседании поприсутствовать Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, увидев меня с плакатом, подошёл и стал мне рассказывать о том, что зачем здесь стоять, ведь строятся детские сады, ведь... — В количестве шести штук. — Шести штук, да? — На область. — На область. Вот в этом году они должны быть, да? — Не уточнял. Ну, шесть, часть из которых будет достроена в этом году, вот как бы как звучало там. При этом озвучено было, что деньги эти федеральные, не местные, но, тем не менее, опять же, нужен жёсткий контроль. Нужно следить за тем, как всё это строится. Ну, и как-то отталкиваться от плана, которого, я так понимаю, нет. Это вот сейчас похоже на метание. Вот мы вышли на улицы, помитинговали там полторы сотни человек, покричали о том, что хотим результатов увидеть от работы администрации, и они начали отписываться в разных средствах массовой информации о том, что вот, там занимаются перепрофилированием, ещё чем-то, подыскивают здание и так далее. Очень хотелось бы верить, что они реально этим занимаются, и этот вопрос начнёт решаться в скором времени. — А вот эта бумага, эта резолюция, она отправилась кому-то непосредственно на стол? — Да. — Была передана в приёмную губернаторию или куда? — Губернатор с завтрашнего дня в отпуске. Я вот сейчас к этому ещё перейду. — Какое это значение? Аппарат работает у него? — Аппарат работает, аппарат завтра тоже в отпуске. Мы хотели с инициативной группой родителей попасть на приёмную встречу к губернатору. Да, он сейчас, 21 августа, уходит в отпуск. Пытаемся сейчас записаться к Урдюму Дмитрию Александровичу, надеюсь, он у нас... — Заместителю председателя. — Заместителю, да. — Который курирует как раз социальный блок. — Вот, соответственно, надеемся, чтобы... Вот аппарат как раз и заработает. Это ляжет на стол. Я думаю, что лучше с комментариями родителей непосредственно, чтобы... — Так сказать, для придания... — Весомости, да. — Весомости. — Да и, знаешь, чтобы человек просто в глаза посмотрел. — И почему губернатор, потому что в прошлом году, когда, вернее, полтора года назад, когда была предвыборная кампания губернатора, когда он ещё был исполняющим обязанности, он внёс принятый уже закон о мерах социальной поддержки семьи, имеющих детей, который, видимо, был принят ради красивых заголовков. То есть он сейчас ещё даже не работает, с марта, скорее всего, он заработает, с следующего года. — Это про пять тысяч рублей вы имеете в виду? — Он предусматривает пять тысяч рублей для детей от полутора до трёх лет за второго ребёнка. — Родившимся после... — Родившимся после... — Первого сентября семнадцатого года. — Да. — А, или восемнадцатого. — Восемнадцатого, да. — Плюс ещё, если доход на одного члена семьи не превышает двадцать одну тысячу рублей и так далее, много-много-много-много всего. — Всяких ограничений. То есть наши сейчас депутаты законодательного собрания как раз выходить будут с поправкой, чтобы вот эти ограничения все убирать полностью. Для всех. Не только там для второго ребёнка, но и для первого, если он не попал, не может реализовать законное право. — И не только для малобеспеченных. — Тем более, да, и не только для малобеспеченных, и не только до трёх лет. Что за ограничения вообще? Вот у Марины, я так понимаю, 3,8, да, сейчас? — Нет, у меня сейчас... — Нет, у меня сейчас... У меня первого января ребёнку будет три года. То есть мы сейчас почему бьёмся, мы, по идее, должны быть уже... — Четвёртому ребёнку? — Четвёртому. — Четвёртому ребёнку. — Четвёртому. — Он родился у вас 1 января, да? — 1 января. Нам безумно повезло. — Не повезло. — И он уже не попадёт под эту самую компенсацию. Там практически никто не попадёт под эту компенсацию. Ну, то есть какие-то минимальные средства, они бюджетные, может быть... — Я сейчас представил чиновников, депутатов, да, подписали, но вы не попадёте под эту компенсацию. Видимо, да. Так, пора паузу нам сделать. — Давайте, да, давайте очень быстро и продолжим. Давайте ещё раз представим наших гостей о проблеме нехватки мест в детских садах, мы сегодня говорим. — Мы говорили, да. — Которая не решается, но не решается. — Да, мы говорили о том митинге, который прошёл, поэтому у нас как бы немножко первую часть разговора занял Кирилл Писный, координатор оригинального отделения ЛДПР. Не смысл, что он занял, в смысле, что как бы мы больше как-то говорили с ним. И у нас в гостях ещё две участницы этого митинга, многодетная мама Марина Сунцова и Екатерина Свирс. Ещё раз добрый день вам. — Здравствуйте. — Да, ещё раз здравствуйте. — Говоря не решается, я имею в виду с точки зрения родителей. Невозможно, невозможно. Не по месту жительства, не по месту жительства. Вот с такой проблемой тысячи и тысячи родителей сталкиваются в властном центре. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Екатерина, вы мама одиночка. — Мама одиночка, да, двоих детей, старшей дочке 5 лет, младшей 3 года, исполнилось 11 июля. Нам предложили, хочу уточниться, мы живём в районе Зонального института, нам предложили садик Силорусская, Бахту и Дороничи. — Октябрьский район, октябрьский район города Гирова. — Да, да. Ну, я отказалась, через неделю мне перезвонили и предложили на филейки. Ну, это тоже, представляете, старший ребёнок живёт, учится, в садик ходит на Зональном. Я отдала старшего на Зональный, уехала на филейку и должна ещё успеть вернуться на работу, на Спасскую. — Ещё на работу, да, на Спасскую, на работу. Отлично. — Да, да. И ещё вечером как-то это всё надо успеть. — И всё обратно, ещё их всех собрать. — Собрать, да, и успеть до 7 вечера забрать старшего ребёнка. То есть это надо будет вставать в 5 утра, детей ложить в 9, и они не будут видеть ни маму, ни семью, ничего. Мне вот жалко детей больше. — Да, мне и вас как-то жалко, потому что, ну, я представляю себе, да, время, время, время. — Значит, что сейчас время. — Так это время и нервы, извините, какие, добраться от Зонального до филейки в это время. — Да и по деньгам, кстати, да. — По деньгам. У меня проезд будет выходить около 5-6 тысяч рублей, только на проезд с пересадками. — Это на общественном транспорте? — На общественном транспорте, да, машины нет. — И как вы сейчас собираетесь? Вот три года уже исполнилось. — Я пока работаю. До сентября у меня мама сидит с ребёнком, дальше я не знаю, что делать. — А скоро пенсионный возраст поднимут? — Маме уже 64 года. — Ну это так уже я, дальше уже пошёл. — Да-да, то есть она уже, ей повезло, она пенсионерка. — Сейчас уже, как говорят, ей повезло, она уже пенсионерка. — Ну вот, в общем, пока мама. — Пока мама. — До сентября мама, дальше я, честно говоря, не знаю, что делать и как выходить из ситуации. — Но вы обращались в нашу гору управления образованием? — Я писала. Департамент образования. — Департамент образования каждую среду, у них приёмный день с 4 до 6, каждую среду я туда хожу, каждую среду я с ними разговариваю. — На молодой гвардии у нас. — Да-да, я как домой туда уже хожу, все письма написала и Васильеву, и президенту писала, и администрацию. Они все письма спускают вниз, департамент образования, который пишет, извините, мест нет, вам предлагались, вы сами виноваты, что отказались. — Да-да-да. — Все письма одинаковые. — Кстати, это очень хитрая история относительно того, что предлагают места в детских садах, где неудобно родителям. — Заведомо неудобно. — Приезжайте, бегом пишите отказ, если вы не хотите. Человек приезжает, пишет отказ, он думает, что пишет отказ от... — От неудобного садика. — От неудобного садика, на самом деле он пишет отказ от права на дошкольное образование. — То есть муниципалитет предлагал, предлагал, подпись стоит, родители отказались, отказались. — И ни компенсации потом, ничего. — Какие тут еще могут быть претензии? — Они сами отказались с садика. И причем, смотри, на самом деле, предлагают заведомо места, но человек говорит, ясно, что он живет на Зональном институте, да? То есть предлагать филейку или русское село, там, извините, даже для жителя садаков это далеко, потому что я прекрасный этот район знаю, я там работал одно время, да? А это просто уже издевательствует. То есть заведомо неудобные варианты, чтобы вы отказались, а вы отказались, и вы уже очень... — А в официальных письмах пишут, что распределение детских садов идет по дате рождения, по территориально не закреплено, то есть это все на их стороне. — Кирилл, а вы пытались разобраться, вот действительно по месту жительства невозможно попасть? Вот действительно, где родился там и пригодился, туда и пошел, что, невозможно соответствовать этому? — Возможно, и вопрос решит... — Родился в русском, иди в русский, родился в центре Кирова, иди в центре Кирова, иди. — Вопрос решит просто буквально перестановка нескольких слов в постановлении. Вот 29 марта 2018 года есть городское постановление, в котором закрепляются там как раз районы под дошкольным образованием. Некоторые детские сады просто пишут, город Киров, город Киров, город Киров. То есть, а школы четко распределяют, поквартально. Также детские сады давайте распределим, и все у нас будет достаточно просто и легко. И мы сможем поддерживать определенный там уровень. — У нас же садики обычно на конкретную школу работают, да? — Мы будем понимать, где надо строить детские садики, в каком конкретном месте города, потому что вы можете хоть все дороничи застроить, но городу это неудобно, понимаете? — Совершенно верно, и никто не может... Вот сколько там мест в этом селе русском, в детском саду? Туда, наверное, весь город можно увезти, детей всех. А зачем он там такой? Кто это предусмотрел? — Его строили довольно давно, пока это еще было цветущее село с огромным предприятием. — Зачем, скажите, детский сад строят на 41-м районе? — Это Нововятск? — Нововятск, да, за переездом. Там у них, в принципе, хорошо с садиками, и построят этот садик, и что нам туда не увезти. — Может, мы что-то не знаем, может, город на юг будет туда вот расширяться? — Мне Александр Львович сказал, что зональный институт не освободится после строительства шести детских садов, что в самом лучшем случае мне дадут на юго-западе. То есть это вот вообще без разницы, что на филейку, что на юго-запад мне возить. — Ты совершенно верно, просто я говорю, что комментарии уже невозможные, я даже не знаю, что сказать. — Он улыбается, говорю, как мне не лучше возить на юго-запад? Ну, это самое лучшее, что может быть для зонального и центра. — Марина, а у вас именно с четвёртым, да, ребёнком такая проблема? — Ну, вы знаете, вообще эта проблема существовала давно. Я вот как раз к тому, что я не понимаю, почему её нельзя было распланировать и решить, и не доводить как бы народу такого состояния, чтобы выйти на пикет. — Простите, пожалуйста, старший в каком году у вас садик пошёл? — Старший у меня родился в 2005-м, и мы в 2008-м пошли в детский сад. — Вот 10 лет, 10 лет. Ничего не изменилось? — Ничего не изменилось. — Нет, тогда можно... Нет, я вам сейчас скажу, изменилось. Доступ к телу заведующей был перекрыт. — Заведущий в детском садике? — Заведущий в детском садике. — Какого уровня? — Когда первый это был ребёнок, что доступ был в телу? — Понимаете, когда был первый ребёнок, я пошла к заведующей. Я сидела в кабинете, плакала. Я говорила, давайте я вам куплю, что вам надо в детский сад. Ну, заберите мне ребёнка, мне работать надо. И я была принята практически без всякой там мзды, ну, если не считать, что какие-то, может, на констовары, ну, какие-то вот... — Ну, это мы все, это мы все в садиках всё равно помогаем. — То есть мы достаточно просто попали, достаточно просто. Надо сказать, что детские сады же раньше были ведомственные. Уже в то время, когда наш старший пошёл, они уже не были ведомственные, но они как-то ещё всё дружили с тем предприятием, который до этого был у них, как бы, от которого были ведомственные. Соответственно, допустим, ну, вот мы были в садике от когда-то принадлежащего завода Лепси, да, и, ну, просто пришли и сказали, ну, вот очень надо, вот там вот как-то вот... В общем, мы смогли, мы смогли. Я не скажу, что это так остро стояло. В принципе, люди могли попадать. Причём мы с первым было вот, ну, на уровне заведующей решалось. Со второй мы как-то тоже нормально достаточно попали, но... А вторая когда родилась? А вторая родилась уже в 11-м году. Это уже 5 лет спустя, практически. 6 лет спустя. В 11-м, соответственно, мы там спустя 3 года, да, в 14-м году мы пошли. Но мы на тот момент, когда вторая пошла в детский сад, мы уже стали многодетными. То есть я уже родила третьего к моменту зачисления ребёнка в детский сад. И, соответственно, там эта льгота достаточно хорошо сработала. Мы, конечно, пошли не с двух, но мы с трёх пошли. Исполнилось три и всё. Нам исполнилось в июле три, и мы с августа месяца отправились в детский сад, все было чудесно. Хотя, ну, как многодетно, мы должны были, в общем-то, с двух пойти, но так вот у нас сложилась жизнь, чтобы одновременно все это получилось. Позднее с третьим, с Елисеем, у нас была ситуация, когда перенесли, уже ничего не решали заведующие, уже выдавали путевки в одном месте, и люди занимали очередь колбасой, писали номерки на руках. Я, мама активная, и я решила, что я добьюсь, я все равно добьюсь, и мы по льготе, ну, такая тоже сомнительная льгота, вот смотрите, ребенок родился в феврале месяца, в феврале, на момент зачисления в детский сад в сентябре ему сколько? Ему 2,8, понимаете, у меня та же самая, ну, 2,7, 2,7 в феврале, 2,8, вот у меня сейчас с четвертой такая же самая ситуация. Она родившись 1 января, если она по льготе, она попадает в 2,8, почти в 3 года, если по льготе, а если у нас эту льготу не исполняют, нам ее не дают, да, возможность по льготе попасть, мы попадаем в 3,8. Так вот, когда с Елисеем мы стояли в этих очередях, я, по крайней мере, знала, за что я бьюсь, и хотя бы ситуация такая, мы жили в Садаковском, одного ребенка возили на монтажников к парку Победы, и... Ну, не так далеко, по крайней мере, да. Не одному нам дали детский сад на площади Лепси, но так как мы работаем в городе и территориально недалеко, так скажем, от площади Лепси, нам было удобно, мы более-менее собрались. Ну, конечно, кому надо рассказать, когда у меня трехлетний ребенок, да, когда у меня пятилетний ребенок, которого надо привезти в садик, которого надо одеть, которого надо раздеть. В это время вот этот трехлетний, его же в машине оставлять нельзя, у нас же все делается для людей, законы приняты, ребенок даже уснул в машине, я не могу его оставить. Недавно, да, приняли закон, нельзя. Потому что меня там все, я плохая мать, я, хотя как бы, ну, фактически, то есть я его забираю под мышку, даже если он спит, я говорю, Елисей, все, идем, я его под мышку, мы приходим в группу, раздевать его, это, ну, маразм, если я его буду раздевать и девать, да, то есть он у меня стоит, потеет в группе. Пока я раздеваю другого ребенка, значит, я ее раздеваю, я ее отправляю, я расписываюсь, какие-то вопросы еще с воспитателями порешать, там что-то, какие-то спектакли приехали, еще что-то, да. Я выбегаю пулей, я сажусь в машину, это благо у нас есть машина, благо, не у всех есть машина, надо тоже понимать. Ну, вот у Екатерины нет, да, например, да. Мы доезжаем до площади Лепси. Марина, бензин дорожает, уже начинаешь задумываться, а благо ли это значит. Ну, когда идет речь о том, что у нас в семье шестеро, да, четверо детей, это, я прекрасно понимаю, что даже вызов такси у нас обходится уже двумя машинами. Соответственно, для нас пока машина еще, слава богу, благо. Я думаю, что со временем мы тоже сядем на велосипеды, когда дети подрастут, пока не можем. То есть вот эта ситуация, она по большому счету меняется, но как-то не в лучшую сторону, вот в чем дело. Вот я тоже об этом подумал как-то по вашему рассказу. У меня в 2006-м родился младший мой, и тоже довольно-таки благополучно прошло дело, да, вот. То есть как-то вот даже я удивился, уже многие говорили, что тут то-то-то-то, там тут не получится. Ну, как-то с божьей помощью, не знаю. Вам повезло. И, ну, условно говоря, не так уж далеко от дома. Конечно, не как от зонального там до филейки, ну, поменьше, ну, довольно-таки успешно. А потом еще удалось перевезти поближе к дому, там уже там своими путями. И вот так все изменилось за это время. Реклама у нас подошла, мы обсуждаем тему нехватки мезы в детских садах, которая, ну, как вот, висит над нами из года в год, из года в год. И, как выясняется, все тяжелее, тяжелее висит. Да, ну, не знаю. Я себе даю оценку, значит, вот нервы все-таки дороже. Вот не было бы этих переживаний, мы бы чувствовали себя намного легче, да. Деньги, конечно, по большому счету, ну, фиг с ними. Но вот нервы, вот это самое драгоценное, наверное. Давайте рекламу. Перерыв и скоро. Мы продолжаем нашу беседу и в перерыве, потому что эмоций много, слов много, да. Дети, что может быть важнее. Не хватает меза в детских садах. Напоминаем, что у нас в гостях Марина Сунцова, многодетная мама. Екатерина Сверс, тоже мама и тоже столкнулась с проблемой невозможности устроить. По достижению трехлетнего возраста ребенка в садик Кирилл Писный, координатор регионального отделения ЛДПР. Хотелось бы, чтобы сейчас мамы высказались. Вот чего вы не понимаете вот в этой ситуации? Вот основная ваша претензия? Я вообще все не понимаю в этой ситуации. Я отказываюсь понимать эту ситуацию в принципе, потому что я считаю, что... Чиновничная логика непредсказуемая, но тут мы все согласны, по-моему, с ней. Тут было как раз наоборот, чиновничая логика совершенно, она просто отсутствует. То есть я не знаю. Понимаете, я не понимаю, почему нельзя это реализовать все сейчас, в чем возникают такие проблемы. У нас строятся какие-то, не знаю, огромные торговые центры. Да зачем они? Вот они мне, многодетной маме, ни один торговый центр не нужен. Ни один. Вообще ни один. То есть мне хватит вполне магазинов у дома и там, ну, грубо говоря, нескольких магазинов с одеждой взрослой, женской, мужской. Мне в принципе этого будет достаточно. Вот эти огромные непонятные торговые центры, они строятся. На них находится место в центре города. Вот кричат, нет в центре города мест. Где, где построить? Уберите джемол, снесите его. И все. И построите там большой шанс назад. Зачем просто перепрофилировать? Мы сейчас не настаиваем. Мы высказываем, так сказать. Мы не настаиваем. Я ни к чему не призываю. Я просто хочу сказать, что, ну, ребят, ну, нереально. Как? Когда они говорят, пройдет какое-то время, наступит демографическая яма. Во-первых, где она наступит? Вы сделайте. Вот я готова родить пятого. Вот я сейчас официально заявляю, я готова. Я могу заняться этим делом в ближайшие дни. Вопрос. Как мне четвертого устроить в детский сад и как обеспечить пятому потом детский сад и уйти работать и не обречь свою семью на какое-то там бедное существование? Надо понимать, что вот иногда не столько какие-то материальные вещи, да, решают, сколько вот такие, как нехватка времени. То есть я готова работать больше. Я готова с моей ведь работы, простите, отчисляются налоги в государство. Ведь государство, получается, меня налоги, налоги с моих детей, да, за имущество мы платим. Практически с рождения, воспользовавшись мат-капиталом. Вопрос, как бы, так вы почему не можете... Так у вас семья, шестеро налогоплательщиков? Шестеро налогоплательщиков. В одной семье. Больше, чем в малом предприятии. Мы к тому, что в детском саду места, вот они говорят, будет яма, но будет она, не будет, заберите ребенка в полтора года. Заберите ребенка в год. У нас раньше, как было в Советском Союзе, да, там, пошел ногами, все, да где он пошел ногами? Раньше в ясельные группы. Ясельные группы. В деревянные манежи. Моя первая родилась в счастливые советские времена, в 82-м году. Я в 84-м пошел, в возрасте полутора лет. Вот, полтора года, это же вполне нормально. Ребенок в полтора года, он даже лучше социализируется, лучше адаптируется в детском саду. Я могу сказать, что вот первые двое, которые пошли у меня в три в муниципальный, но до этого мы ходили в частный. У меня вторая дочка пошла в год и три, вот я так тоже была вынуждена по работе. В год и три я ее отправила в частный детский сад. Хороший, отличный детский сад. У меня замечательный ребенок. Мы не были, у нас четверо детей, мы не знаем, что такое болеть. У нас нет ни соплей, ни ничего. Мы закаляемся, мы не едим никаких лекарств. То есть мы ведем нормальный, здоровый образ жизни, у нас здоровые, хорошие дети. Я считаю, что это большой плюс, когда ребенок раньше попадает вот в эту среду, да. Он адаптируется, его организм привыкает. Он уже к трем годам абсолютно не склонен там, не болеть, ничего. В три года, мы три года держим ребенка дома в тепличных условиях. Мы там протираем пыль каждый чих, к нам лишний не зайди. В итоге мы потом приходим в детский сад, и у нас начинается там неделю болеем, неделю в садике. Все ваши старания, все проблемы. У меня этих проблем нет, но я вижу эти проблемы у других родителей. Я их вижу, что это на самом деле таким образом происходит. Если будет яма, забирайте в два, забирайте в полтора, пусть дети, пусть растут, они замечательные, счастливые. Придите в любой детский сад, это же сгусток какой-то положительной энергии. Да, бегают дети, все радуются, все смеются, у них тут какие-то занятия, какие-то прогулочки, еще что-то. Воспитатели стараются, не знаю, мы ни разу не наткнулись ни одного плохого воспитателя. Мы четверо детей, мы со всеми воспитателями всегда дружим. У нас идеальные отношения, у нас супер воспитатели, супер. И вопрос, почему мы не можем сейчас ребенка в эту здоровую, счастливую, веселую, как бы вот ситуацию погрузить сейчас в полтора года. Ну, сейчас вот у меня в 2,8, ну, как? И насчет ям тоже, смотрите, в 90-е годы ведь она тоже была, вот как раз когда эти садики отдавали из-за ненужности. То есть мы это уже все пережили, уже администрация должна понимать, что это было, и с чем мы в итоге столкнулись из-за этой неправильной политики, когда садики выводили из муниципального, так сказать, из муниципальной собственности. Сейчас ведь получается так, что повторяется то же самое. Ну, и важный вопрос, что вот эти вот места, они не востребованы, они не пользуются спросом, что нельзя придумать, что сделать, даже если действительно там начнется какая-то демографическая яма, не найдут временное или постоянное применение для... Так нет, вот Марина же говорит, что в принципе можно просто, да, с более раннего возраста отдавать. Хотя бы, да. То есть расширить, если при этом останутся... Даже если потом места окажутся свободными, ну, возьмите вы в детском саду, сделайте ребенку, там, детям какую-нибудь зимнюю саду. Это яма не сто лет длится, это яма длится там буквально пять лет, после этого начинается обратный процесс, что мы вот в 90-х годах уже проходили. А можно вообще сгладить эту яму, если заниматься пропагандой семейных ценностей. А вот семейные ценности, вот это деторождение. Вот у нас перед нами семейная ценность, деторождение. Пять детей и что с ними? Я имею в виду планомерную, долговременную работу. Призывает, демографию повышайте, рожайте, давайте, мы там. И вот эти вот, конечно, у нас еще вопрос вот на региональном уровне, это ну, просто вот до смешного мне иногда. Я сначала переживала по этому вопросу, сейчас мне уже просто смешно, когда мне задают такие вопросы. А ты газель свою получила там за четвертого ребенка? Я говорю, какую газель? Ну как, дают же газель за четвертого ребенка? Я говорю, да, кому? Можно мне газель дать за четвертого ребенка? У меня есть газель, но я на ней езжу 10 лет, я купила в автокредит, простите. Марина, надо отвечать, да бог с ней газели, вместо дайте в детском садике. Так вот, об этом и речь, понимаете? То есть есть какие-то льготы, но они какие-то такие, ну, до смешного. Вот мы на третьего ребенка получаем там, в садик он ходит, 202 рубля. 202 рубля в месяц, понимаете? Вот сейчас вторая пойдет в школу, нынче первого класса. К слову сказать, со школами-то ведь та же самая история, понимаете? Та же самая. Мы ведь в школе набрано 7 классов нынче. Вот мы идем... А где-то говорят с десяток даже. Мы идем в школу, там 7 классов набрано. Седьмой класс они не должны были набирать. Разговор шел про 6 классов. Просто когда понесли родители заявление, директор, как очень адекватный, очень хороший человек, я его очень уважаю, как бы много лет с ним общаюсь. Какая школа, 47? 47, моя любимая, да. Вот, как бы он понимает ситуацию, он видит. Вот Владимир Владимирович в этом плане, конечно, очень такой человек... Кодочегов. Кодочегов. Он, мне кажется, очень адекватен. Он видит, они сделали седьмой класс, они набрали его. Они набрали седьмой класс, слава богу, мы попали. Жэ, что ли? Жэ. 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 Жэшный. Жэшный класс. Вот. То есть, понимаете, эта ситуация, это она плавно перекинется на школы. Она уже существует, а дальше будет хуже, когда вот наши вот эти дети, которые сейчас не могут попасть в детские сады, пойдут в школы, дальше будет хуже. То есть, чтобы этого не допустить, надо сейчас хвататься не только за садики, а и за школы в том числе. Не сейчас, это позавчера надо было еще делать. Понятно, но сейчас уже время упущено, но хотя бы сейчас-то вы сделаете что-то. Минута остается. Дальнейшие действия. Кирилл. Дальнейшие действия. Мы, во-первых, хотим все-таки донести наши тезисы, которые в начале программы были озвучены до высших эшелонов у нас в Кировской области. То есть, чтобы непосредственно Игорь Владимирович или хотя бы его заместитель Дмитрий Александрович Курдюмов прочитали это и постараться сформировать рабочую группу, в том числе с участием родителей, как наиболее заинтересованных людей, и по пунктам начать решать просто вот ту проблему, которая сложилась. Если администрация не справляется, значит, будем помогать, иначе будем хотя бы стоять над душой постоянно, надзирая над тем, как они работают. Ну, что касается активных мам, да и пап, конечно, тоже тут у вас-то активность и огонь-то он не угаснет. Вас позови в любой момент, вы пойдете и будете говорить о проблеме. Я хочу сказать, что когда нам даже дадут детский сад, я готова работать дальше в этом вопросе, потому что это для нас очень важно. Я говорю, пятый не за горами, школа не за горами, вопрос остается острым и открытым. Да, вот на такой тревожной ноте. Хотелось бы однажды поговорить, конечно, на эту тему. Вот, здорово, вот, начало решаться, вот, мы... Марина родила восьмого, и он все равно, по-моему, язвел. И он пошел вовремя, все хорошо. Когда же эти светлые времена наступят? Будем надеяться, что все-таки наступят. Спасибо. На этом мужской понедельник завершен. Наши гости Кирилл Писный, Марина Солнцова и Екатерина Сверс. Всего доброго. Через 20 минут слушайте особое мнение Николая Пихтина. До свидания.